итак что мы имеем джек упал призрачную воду и пропал кто стоит за его изначально исчезновением мы в курсе осталось все собрать в кучу и у маман появилась идея как она сказала она с ним по пьяни сосалась и что-то от него в ней осталось и это что-то нам поможет погрузиться в матрицу в этот долбан альтернативный мир созданный призраками где они отказавшись умирать переживают свои воспоминания раз за разом так как джек упал призрачную воду есть вероятность что он оказался запертым в этом мире вдохнув это нечто мы отправились в очередной портал через который мы попали в очень интересное загадочное место пройдя чуть чуть дальше мы обнаружили каких-то фанатиков которые стояли и молились на хижину видать нас живет их не лидер или пророк мы пару раз постучали свежливо дверь нам никто не открыл а эти фанатики за спиной наводили странную жуть аж мурашки по коже отсюда хотелось убраться как можно быстрее что в принципе мы и сделали дверь открывать не хотят а у нас нету времени ждать отправляемся дальше а дальше мы прибыли в очень интересный пригород так как матрица это собрание призрачных воспоминаний множественное совпадение формирует общую картину например город непосредственно это место это пригород 13 района место которое было разрушено много много лет назад отмычку взял а все а вот и выхода облазив всю канализацию найдя только отмычку мы услышали какой-то странный звук и быстро поспешили наверх для местных я макасе это не проблема но для нас было сложновато задачей я нашел ай блядь елтал смотрите смотрите тут и отсюда просто перепрыгнул да ну да наверху мы увидели что к нам приближается большой отряд копов причем копы из нашего мира чё за херня никакого значит оператор игра уже игра уже есть пушки так как мы матрицы местные призраки не должны нас видеть но эти копы они из нашего мира и эта проблема хорошо хоть местные по вылезали из всех щелей начали давать им отпор хоть немного отвлекут их пока мы будем выбираться но путь оказался только один придется пробиваться с боем так как они окружили наш коробок все пошел замес вот этих уже можно мочить блин какие настырные но ребята наверное не опытные много проблем и не доставили отлетали один за одним как семечки хоть упорствую к нему можно и позавидовать еще появились ай видя огромные потери капитан сам вступил в бой учитывая опыт его подопечных можно сказать что он был один как говорится один в школе не воин хоть он и был крепким парнем и держался долго но инициатива уже была на нашей стороне хоть его бойцы и мешались под ногами ему это сильно не помогало что и привело к неизбежному результату им пришлось бежать поджав хвосты они исчезают но я думаю это не последний наш бой с ним пройдя дальше мы попали уже сам 13 район тут уже шел какой-то замес это сколько людей пострадало что эти события сохранились в таком объеме жесть печальная картина печальных воспоминаний а мы ее зрители хорошо что нас никто не видит мы стали без проблем пробраться внутрь но чуечка мне говорит что будет весело мы поспешили вперед надежде что джек где-то здесь проникнув глубже внутрь мы увидели очень страшную картину одно дело битвы в море но казни эти призраки пережили страшную хрень а так как это воспоминание вмешаться мы тут не могли но долго лицезреть этот ужас нам не довелось и мы увидели след джека пипец почему его занесло именно сюда как оказалось его брелок сейчас указывает именно на него и мы поспешили по этим следам для призраков сейчас призраки это мы поэтому можно спокойно ходить по этому району и не оглядываться на полностью пустых улицах то там то сям попадались отрывки страшных воспоминаний местные страдают пираты ликуют хоть это и правило сильного но всему же есть предел ладно что было то было у нас сейчас другая задача так джек прошел эту тюрьму нам надо идти за ним не оглядываясь по сторонам это всего лишь воспоминания былого эх опять паркур мышь пирата не гимнасты прыгать по пушкам не пришлось первого жизни надеюсь и последний высоковато тут стать лепешкой в чьих-то воспоминаниях такая себе перспектива но несмотря на все эти сложности в тюрьму мы все-таки проникли внутри было забавное воспоминание да охрана раньше была такая себе надеюсь этого пса отлично натренировали раз доверили ему ключи от камеры скрытых туннелях под зданием была какая-то пьяная перестрелка на которую мы решили не обращать внимание и быстренько прошмунуть дальше по туннелю к лестнице которая вела во двор здания след джека вел дальше здания ключ от двери он выкинул колодец откуда мы его и достали внутри же джек времени не терял и наслаждался моментом в окружении золото и драгоценностей ну да что еще делать после того кто упал призрачные воды очнулся в этом месте хотя он всегда был странным парнем что не мешало ему выбираться из любой передряги выбираться надо и нам что-то в этой матрице пошло не так местные перемешку с агентами начали нас нападать надо прорываться и быстро бежать кораблю как раз след джека дальше ведет на причал этих мордоворотов становилось все больше и больше надо двигаться быстрее так как бежать нам почти через весь город нас окружили патроны призраки вылазили за каждого угла такое ощущение что кто-то взял под контроль весь город теперь мы против всех опять призраки это отвалите вы от меня ля урода ой больно 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 наконец-то мы добрались до причала теперь надо на джека чтобы не утратить его след блин короче погнали шум из-за того какой-то херни будем полчаса щас от района джек далеко уплыть не смог дэвид джонс его и тут достал преследовал его наверное от того места где он упал в воду и каким-то образом получил возможность влиять на этот мир теперь в принципе все сходится пипец он еще эту годзиллу собой притащил жесть она рвет кораблю щепки и клочья надеюсь экипаж успел покинуть его и джек с ними надо будет обыскать местные скалы и острова думаю они где-то могут сидеть там и ждать чудо например такого как мы нам походу сюда да этот остров он туда швартуйся так и оказалось эти проныры организовали небольшое убежище с коленей подалеку завидев небольшой свет дали мы направились сразу к ним где нашли джека и весь экипаж призрачной жемчужинки да уютненько у них тут хоть выглядели они все очень странно и не живые и не призраки по рассказу джека он уже таким очнулся после падения в ту воду его корабль и его экипаж тоже каким-то образом оказались заперты в этом мире а вот его брелок который мы принесли с собой из реального из нашего мира с ним он сможет вернуться в тот мир и хотя бы даже виде полу призрака в надежде что все сработает мы отдали эту штуку ему главное что все получилось в его руках она приобрела другие указатели да странная штучка ну да ладно пока все тихо надо вытаскивать джека отсюда в реальный мир пойдем вместе к маме нам много о чем надо поговорить мы столько всего увидели события обретают невероятный оборот которому мы не готовы да нужен точно какой-то план это все нельзя так оставлять начатое дело надо заканчивать даже если изначально на нас не касалась мы поспешили на корабль ведь ворота уже открыты пора выдвигаться родное море нас заждалось после всего пережитого я наверное никогда не перестану радоваться этому закату итак главную задачу мы выполнили вернули джека хоть и частично сейчас он не до человек не до призрака его таким сделал дэви значит он знает как это вернуть обратно теперь этим и займемся через пару минут разговора убедивший что джек это джек мама неожиданно открыла свою другую личность маман оказалась не маман а вполне себе молодой девушкой количество неожиданностей в этой истории начинает зашкаливать хотя по виду джека не скажу что он сильно удивлен ну да ладно удивляться этому будем позже сейчас надо что-то делать с дэви у него крыша уже окончательно поехала жажда и власть помутнила ему разум надо ему помочь обрести просветление в этом мире вернувшись на корабль мы составили крайне дерзкий план решили вломиться прямо в его офис про его местоположение джек вспышал когда был заключение охрана по раз перемолвилась об этом мы быстренько набросали курс сделали пару заметок и отправились путь на удивление путь мы прошли быстро и спокойно без приключений это здание было видно аж за горизонтом подойдя сзади на тихом ходу к этому небоскребу мы начали осуществлять свой план как мыши пробрались на территорию и добрались до задней двери ну она конечно же была закрыта хотя джек сказал что все на мази он знает как ее открыть но это не сроки по итогу дверь открылась мы проникли внутрь пройдя чуть дальше мы немного охренели у него тут свой аквапарк ну упускать такую возможность мы тоже не могли редко когда можно прокатиться на точке топовых горках не у него не волк как говорится и быстрей катись глазами тебя я или ныряй сразу когда приземлишься в бассейне на этих ногах я попробую можешь ощутить его кораблик по удачному стечению обстоятельств наша горка вела прямо на подземный паркинг блин какая у него тачка себе такую и хоть мы приехали сюда на разборке желание хоть как-то напакостить не покидала нас но любые попытки открыть хоть какую-то дверь не увенчались успехом что-то тут не так и как ты можешь жрать такой момент вокруг было слишком тихо появилось ощущение что мы заперты надо хотя бы музычки навалить хоть как-то разбавить обстановку а стоп 1 2 1 2 1 2 3 4 нет я в цифрах не разобрался сейчас она не листается кстати твою мать сработала сигнализация мы себя раскрыли но в принципе как обычно гости будут у нас с минуты на минуту надо обеспечить им достойный прием не пальцем делан да и с этими мордоворотами мы уже встречались такие себе они бойцы но и как обычно много ничего справимся три матерых бойца а лучше армии зомби плюшка летит альси я пока стушит налаживаю я очень демой жертвовала и страшно а у нас у нас на корабле на корабле отбив несколько волн мы решили оттуда быстренько свалить и пробраться дальше через технические помещения благо врата ангара были открыты но это оказалось то что полоса препятствий вот как я в эту маленькую дырку попал тут просто ну я бы туда с животом своим не пролезло либо наоборот я самый низ упал ай молодой чудом не переломав ноги мы добрались до главного холла где нас уже ждал дэви со своим главным мордоворотом ты гляди решил спуститься со своего трона и лично предстать перед нами чё-то он злой какой-то видать зацепил его наш визит мастерскую это что мы грохнули его королеву то да сейчас за это что-то будет веселое ё-моё джек влетел в холл на корабле я не знал что форсаж так влияет на мозги дэви запаниковал и бросил на нас очередной свой отряд зомби и начался лютый а я все еще не могу с ней взаимодействовать неожиданно так вышли привет ряло на и видит а ведь видит ладно 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 все 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 ой может поробей ой патроны закончились а джек в своем репертуаре как всегда творит какую-то дичь прыгает с места на место как обезьяна ну он был бы не джек если бы этого не делал но дэви больше точит зуб на него поэтому основных танков своих он пустил именно за ним что и облегчило нам утилизацию этих зомби в итоге дэви бросил бой своего ручного мини босса этот парень еще таза но за в заднице бабками раскидывается направо и налево мол все получит тот кто их завалит какая у него зарплата то хотя их это не спасло а мини босс смылся обратно защит а джек джек на ли они повис поезло хоть не в лепеху а дэви а дэви смылся под шумок вот трусливый засранец джек слезай быстрей нам нужны пушки ядра щит точно не выдерывал пушку скинул а еще одно сейчас будем носить по нему изи пизи враг повержен хоть дэви смылся но мы его найдем он явно обосрался пришла весточка что нас уже ждут на острове пора выбираться двигаем на выход наш транспорт на месте прокладываем путь ловим ветер и выдвигаемся на острова надеюсь там что-нибудь придумали было бы неплохо все нам лагеря звездовать но не все так радужно как казалось за нами в погоню бросили всех тварей которые были в арсенале у дэви блин какие же эти скелеты приставучие еще и хрен потопишь а теперь еще это годзилла жесть как нам везет итак теперь собрались уже все срочно что-то надо было решать ведь дэвид сдрыснул маман блин теперь язык не поворачивается и так называть она предложила сделать общее собрание всех фракций надо было уже окончать всем этим это уже всех задолбало придется собрать как можно больше народа для единого удара дэвид мог смысла только в одно место свою единственную резиденцию мы скорее всего пойдем первыми потянем время пока подтянутся другие их еще уговорить надо но думаю они помогут мне капитану даже немного пришлось сменить внешность чтобы подойти поближе его эффект неожиданности так как нашему флоту нужно будет хоть чуть-чуть времени чтобы прибыть на место ну план есть пора действовать подготовку к бою каждый делал как мог оружие припасы нам понадобится все что у нас есть у нас два куска мяса два куска акулы рыба рыба и мя шефор на акула не дожарит команда наверх а вот и его резиденция он явно готовится принимать бой надеюсь он до сих пор думает что мы одни главное чтобы вовремя помощь подоспела а то у него тут целый флот а нам надо добраться в самый центр этого сумасшествия отбиваяся все стороны мы продвигали центру какой-то момент мы даже подумали что заставили их отступить но индюк тоже думал пошла в ход тяжелая артиллерия сторожевые вышки которые уничтожают все что входит в зону их действия от статуи резиденция уже рядом но эти статуи они помешают нашему флоту который должен вот-вот подойти сначала разберемся с ними и намного слева статуя сначала видно доброе какие сверху лазок странные как вы на старте все освободив проход для наших кораблей мы высадились на берег теперь наша задача в очередной раз добраться до самого верха ведь именно там хранится сокровище позволяющая дэви управлять всем этим беспределом пора начинать штурм на пути к вершине нам надо будет максимум навести шороха чтобы все внимание было приковано именно к нам и наши корабли смогли максимально близко подойти нанести свой удар без них нам будет крайне сложно а вот и они они пришли оставляем этот флот на вас ребята а мы погнали дальше осталось уже совсем немного пару этажей и мы на месте одна лестница еще одна горка еще одна лестница последняя и мы на месте а это этот командору так вот как менты попали в матрицу командор заодно с дэви как же низко вы упали с а зря вы думали что кучка призрака будет лучше чем живые нормальные бойцы в вас они уже не спасу его его ничего мы добили последнего призрака осталось только открытия сундук в нем то что поможет все это закончить мы нашли ключ и наконец-то его открыли реально это всего лишь такой маленький амулет и столько геморроя надо его как-то обезвредить или уничтожить да поскорее пару замыканий проводки и дело сделано теперь нам срочно нужна корабль осталось только добить дэви я неправильно наш корабль не без там скользко и вот он он вылез из своей берлоги ослабленные загнанный в угол осталось только потопить его корабль вместе с его капитаном но учитывая возможности его корабля бой будет долгий полагаем попадание она далеко форс давай бежим и прямо по курсу шли будет угол призрачный есть угол давай догоним нормально сначала бухгаля не будет права права руля давали и стал и осторожно нормально отходим после нас он стреляет и правда какого хрена его корабльного быстрее мы его и так не догоним надо на мужика идти в лоб эх форсаж струки влияет на психику еще один заход давайте ребята третий заход надо добивать этого урода другой возможности у нас уже не будет прикручиваем да да наконец то есть опоздание мы его убили ура ура мы победили стоило только кэпу встать за пушку наконец то дело сделано Дэви повержен а его армия разбегается кто куда даже не оглядываясь через несколько моментов море утихло а небо рассеялось и опять засветило солнце неподалеку мягко шатаясь на волнах нас ждала черная жемчужина с полным экипажем на борту я перестарался фух здесь все вроде бы все целые здоровы надеюсь все это было не зря и они обретут свой прежний вид о он ожил а тут тебя оживают да Джек вернулся полностью он с наслаждением сделал глубокий вдох этого соленого свежего воздуха и как обычно ему не сидится на месте ведь за горизонтом еще масса островов со своими загадками так что пора ловить ветер и отправляться в путь попутного ветра Джек надеюсь нам не придется больше вытаскивать тебя из какой-либо задницы ну а мы мы продолжим писать свою историю ведь все что произошло это всего лишь маленький эпизод того что может нас ждать впереди ну а вам вам огромное спасибо за просмотр если понравилось ставьте лайки и подписывайтесь дальше будет больше а Субтитры сделал DimaTorzok